ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Мы с ним неоднократно беседовали ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Я говорю, пятно не было. Не облачко, а какое-то пятно странное. Давай поближе подойдем. Подходим, там стоит стадо коров в центре озера. Он говорит, видишь, какой у нас самолет? Я говорю, вижу. Но на самом деле, в Б-200, когда он глиссирует, он действительно едва касается воды. То есть ему вот хватает буквально нескольких сантиметров для того, чтобы сесть на любой водоем. Благодаря выпускаемым ковшам, достаточно коснуться днищем поверхности воды, и за 18 секунд водяные баки заполняются полностью. Для маневрирования на воде в корме лодки установлен водяной руль. Баки, вмещающие 12 тонн воды, находятся в герметичных отсеках в нижней части лодки. Такая компоновка позволяет разместить большой салон на внутренней палубе. При необходимости в нем можно перевозить до 50 человек, оборудовать мобильный госпиталь или взять на борт до 7 тонн груза. Как и Альбатрос, Б-200 стал звездой мировых авиасалонов. Но в отличие от старшего брата, амфибию ждала тяжелая работа. Б-200 работали в Европе и Азии, где тушили пожары, приобретая опыт и зарабатывая при этом немалые деньги. Он же в Париж полетел уже не просто как молодой человек, это же опытный мужчина, который поработал на пожарах уже, и тушил пожары, и это все знали. Конечно, он фурор произвел. Особенно, когда он вместо воды выпустил трехцветный российский флаг. Ни один самолет в мире такого еще не выпускал в Париже. Флаг. В 2003 году Валерий Крузе, служивший в морской авиации, решил прервать блестящую военную карьеру. Шеф-пилота главнокомандующего ВМФ, летчика-инструктора, освоившего 11 типов самолетов, в том числе Бе-12, ждало повышения. Но Крузе ушел. Его сердцем завладел этот удивительный самолет. Было интересно то, что эта машина будет садиться на воду, на глиссирование, забирать эту воду для тушения пожаров и выполнять спасательные операции. Я понимал, насколько это сложно и опасно. Ну и посчитал своим долгом, что надо прийти и попроситься на работу. Командующий морской авиации, когда я пришел и рассказал ему, что хочу уходить, значит, он честно был удивлен. Начав в 47 лет все заново, Крузе постигал тонкости полета на Бе-200 у летчика-испытателя Константина Бабича. Вскоре стал командиром экипажа. Сегодня, являясь заместителем директора авиационно-спасательной компании МЧС, Валерий командует отрядом Бе-200. Нам поставлена задача на выполнение полета на пожаротушение. Состав экипажа определен. Время вылета через час. Особое внимание обращаю на меры безопасности. Очень сложные условия. Ветровой пожар. При заходе на воду особое внимание обращаю на наличие людей, животных, посторонних предметов на воде. Ну, словом, все то, к чему мы готовились и работали. Ну, тогда приступаем к работе по плану. Удачи всем нам. Как принято в авиации, командир обучает подчиненных на личном примере. Поэтому экипаж Валерия Круза всегда взлетает первым, когда требуется помощь Бе-200. Я себя чувствую рядовым исполнителем. Вот. И поэтому работа на пожарах, работа по обеспечению наших гуманитарных операций, по санэвакуации сейчас вот очень много мы летаем, работаем. Ну, эта работа мне больше по душе. Опыт применения Бе-200 показал, что решение построить такой самолет было правильно. Более полувека никто, кроме бериевцев, амфибии такого класса не создавал. Единственный конкурент – канадский турбовинтовой СЛ-415 фирмы Бомбардье. Для меня было удивительно, почему они приглашают нас в работу, работают европейцы. Казалось бы, канадейры экономичнее, ну, практически в два раза. И работают дольше и так далее. Значит, и эта авиация не всегда успевает. Я говорю, как же, дорого же Б-200 все-таки это. Вот, пожалуйста. А вы летайте в два раза быстрее, быстро тушите, быстро приходите, быстро... И нам, когда мы собирались тушить, они говорят, «Ребята, на максимально возможных режимах, не превышая ограничения там по работе двигателей, пожалуйста, чем быстрее вы летаете, тем лучше». В нижней части фюзеляжа расположены створки водяных баков. Экипаж может контролировать их работу, сбрасывая воду залпом или поочередно, в зависимости от вида пожара. К тому же летные качества Бе-200 позволяют совершать маневры, недоступные другим гидросамолетам. На одной из скал горело несколько ливанских кедров. дали команду затушить. Все семь самолетов вот проходят, и вода чуть-чуть левее, то чуть-чуть правее. То она на скалы, то от скалы и так далее. И мы пошли прямо на гору. Удаление километров на цели. Сот метров. Сброс. Уходим. Ну и сбросили воду, значит. Потом машину одним движением ее почти вертикально поставила, она ушла от оперы. И они были ошарашены. Они были тоже поражены. Насколько она маневренная, и тяга вооруженность очень хорошая. При тушении пожаров обстановка меняется мгновенно. Чтобы пилот успел среагировать и одновременно выполнить множество задач, конструкторы установили на Бе-200 ручку управления вместо традиционного штурвала. Уникальность характеристик Бе-200 подтверждают более 80 мировых рекордов, зарегистрированных ФАИ, Международной авиационной федерации. Но самым главным экзаменом для самолета стал огненный 2010 год. Самолет позволил пилотам все, чего они желали. А желание у них было одно – спасти как можно больше людей. Когда люди гибнут, и ты точно понимаешь, что если не ты, то здесь им сейчас никто не поможет. Мне кажется, вот эту дрожь в коленях, нормальную дрожь, она как-то вообще сама по себе уходит. То есть ты понимаешь, что ты должен. Есть ощущение того, что ты не смог все сделать. Вот, ты не смог не потому, что не хотел там. Или там топливо закончилось, пока пришел, а уже, значит, здесь. Или ты послушал новости, в новостях сообщили, сколько-то людей погибло там. Сейчас нам варь, ты идешь в центре? Варить, я жду. Эту работу мы ее делали от восхода до заката. Это, около месяца это продолжалось. Я не знаю, сколько мы спали, сколько мы там ели. Вот, мы работали честно. За ликвидацию пожаров на подступах к ядерному центру Саров и спасение людей Валерий Круза был награжден орденом за заслуги перед Отечеством. А двумя годами ранее ему вручили орден мужества за освоение новой техники и участие в операциях по спасению на море. Способности Бе-200 ЧС, как морского спасателя, поистине уникальны. Взлет и посадка с волны высотой до полутора метров. Большой люк в корпусе, приспособленный для спуска и подъема спасательного катера. Медицинское оборудование для реанимации. Мы везли двух грудничков ребятишек. У одного вначале сердца осталось, потом другого. А наши спасатели, там медики такие уникальные, ребята молодые. Когда сели, он говорит, командир, спасибо, мы с тобой сегодня двоих спасли. Я говорю, не верно, ты спас. Бе-200 зарекомендовал себя на всех широтах и в любых погодных условиях. Он принимал участие в поисково-спасательных операциях после крушений самолетов и кораблей. Доставлял гуманитарную помощь и вывозил пострадавших. Успешная работа Бе-200 привлекла к нему интерес иностранных покупателей. Один самолет закупила МЧС Азербайджана. Максимальную заинтересованность проявили страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этой крылатой машиной интересуются в Таиланде и Малайзии. Ведутся переговоры с Индонезией на поставку Бе-200 ЧС. Мы разговаривали с руководством нашего военно-морского флота. Они тоже очень заинтересованы в этой амфибийной авиации. И так как я человек военный, я тоже своим высказывал рекомендации, где бы мог быть привинен амфибийный самолет. Для авиации военно-морского флота была разработана модификация Бе-200ПС, поисково-спасательная. Подписан контракт на их поставку. Но основным заказчиком Бе-200 остается МЧС России. Однако с выполнением договоров вновь возникли трудности. Иркутский авиазавод оказался загружен заказами на истребители Су-30. В 2008 году было принято решение перенести серийное производство Бе-200 из Иркутска в Таганрог. Но годы развала подорвали возможности бывшего лидера гидроавиации. Производство дышало наладом, были потеряны ценнейшие кадры. Завод в Таганроге пришлось строить практически заново. Оснащать самым современным оборудованием, организовывать центр обучения персонала. Все это потребовало немалых средств, а главное – времени. И вот 30 мая 2016 года из его цехов выкатили первый серийный Бе-200 ЧС Таганрогской сборки. Эта новейшая модификация вобрала в себя весь опыт предыдущей эксплуатации амфибии. Изменения в составе оборудования 50%, а мы говорим 70% с учетом изменения конструкции самолета. При выходе на проектную мощность ТАНТК имени Бериева сможет выпускать до 6 амфибий в год. Заказчики с нетерпением ждут эти самолеты. Несмотря на два десятка лет, прошедших после первого вылета, история Бе-200 только начинается. Вопрос развития программы Бе-200, он будет, безусловно, исполняться. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите максимальное увеличение возможностей данного самолета. Гениальное предвидение Георгия Бериева о будущем возрождении гидроавиации доказано успешной работой Бе-200. Эта машина вызвала интерес к самолетам такого типа во многих странах. Это огромный пласт недоисследованной работы. Поэтому и сейчас, и в народном хозяйстве, и в военной отрасли, я бы так сказал, наверняка найдется применение амфибийной авиации. Имея огромный опыт и большой научно-технический задел, Россия остается лидером в мировой гидроавиации. А это значит, что у Валерия Круза и его учеников впереди еще много работы. Я пока не мыслю себя вне летной работы. Хочется работать, хочется передавать. Три века назад голландские переселенцы, призванные Петром, участвовали в создании российского флота. Сегодня их потомок Валерий Круза отрывает от воды и поднимает в небо летающий корабль, несущий на своем киле российский триколор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова